Мы с вами сказали о том, что, во-первых, сунна записывалась во время пророка Али Саратцем при его жизни, это раз. Что те, кто говорят, что не записывалась, это является неправдой. Затем то, что они говорят, что хадис нам дошел непонятно как, а Куран весь достоверный. Мы говорим, что Куран дошел по той же цепочке, по которой доходят до нас сподвижники, хадисы точнее, в основе своей имеется. Так-то понятно, что Куран приходит весь, то есть огромными количествами людей и так далее, что-то выше в плане своей передачи, чем хадисы, но вместе с этим путь один и тот же. Мы говорили о том, что хадисы бывают слабыми, бывают хорошими, бывают достоверными и так далее. Оно в основе своей, братья, хадис делится на два. Макбул и мордут. Принимают принимаемый и отвергаемый. Отвергаемый – это слабый и все, выдуманный, все туда входит. Все то, что не является принимаемым, то, что ты не берешь себе как довод в шариате. Принимаемый хадис – это четыре вида хадисов, или же два, и два делятся на два. Это достоверный и хороший, или же достоверный сам по себе, достоверный в силу наличия другой передачи, или же хороший, или же хороший в силу наличия другой передачи. Вкратце объясню, что это такое. Достоверный хадис – это тот, в котором собрались пять условий. Во-первых, должно быть что? Иттисалю сэнат, чтобы цепочка была непрерывная. Цепочка непрерывная. Что значит цепочка непрерывная? Если я вам передаю и говорю, я слышал, как шейх Аль-Альбани говорил то-то, то-то. Может быть, это такое или нет? Нет, я был ребенком, когда умер шейх Аль-Альбани, я знать не знал. Ни арабский язык, ни между ним, но и ним были тысячи километров. Я не мог застать это. Поэтому это является неправдой. Это является, что в данном случае это будет вообще, в принципе, ложью. Потому что я заявляю о том, что я слышал в то время, как я не слышал. В данном случае я как передачик считался бы лжецом у людей, потому что я не мог этого. Если бы я просто передавал от шейха Аль-Альбани, сказал бы, что шейх Аль-Альбани сказал так, мы бы сказали, что этот Иснаад прерванный. Почему прерванный? Я могу знать, что он говорил эти слова, но я не назвал того, от кого я передал эти слова. Я должен обязательно назвать того, кто слышал от него эти слова, и я слышал от того, кто слышал от него. И тогда эта цепочка будет... То есть, смотрите, вопрос состоится, чтобы вы не подумали, что сейчас кто-то говорит, сказал шейх Аль-Альбани, мы говорим, откуда ты там, и так далее. Да, то есть, оно можно спросить, но вместе с этим, то есть, слова ученых и так далее, это не слова пророка Али-Исара. Потому что слова ученых приведешь, что не приведешь, даже если это Ибн-Ибн-Альбани сказал. Если это истина, то мы это принимаем. Если это является ложью, хоть это 20 раз Ибн-Альбани скажут, мы скажем, что это не является истиной, потому что оно противоречит сонне пророка Алисара, то сарам. То есть мы говорили с вами, да, и Тесалю Санет, то, что цепочка должна быть непрерывной. Затем эта цепочка непрерывная должна состоять из тех передатчиков, чья память безупречна, безупречная память у них. Затем эти обладатели безупречной памяти, чья цепочка непрерывна, то есть каждый из них застал и слышал друг от друга, хорошо, или же застал друг друга. Третье, они должны быть, братья, достойными. Достоинство возвращается к вопросам, то есть чаще всего, то есть религии, в их поклонении и так далее, что они, братья, не было у них ничего, что называется хавари мульмуруа, то есть от противоречия мужеству, то что они не делали какие-то вещи, которые достойные люди себе не позволяют. То есть представьте себе сегодня собрание правителей, там, не знаю, где-нибудь заседание, хорошо, то есть секретариат там и так далее, и сегодня президент и так далее, и один сидит и в носу, извините за выражение, ковыряется. Ковыряется, смотрит, рассматривает, там раз, потом ухо почесал. Бывает такое или нет? То есть это красиво или нет? К нему как люди будут остальные относиться? Или же он там с какой-то незаправленной рубашкой и так далее пришел, там прилег, не расчесанный и так далее, там раз себя чешет там и так далее. Бывает такое или нет? То есть мужчина себя так не ведет. Мужчина себе такие вещи не позволяет. То есть он знает, куда он ходит, как он ходит там и так далее, как себя вести. И поэтому многие вещи говорили. Говорили про некоторых, как она емщий хасир раз. Говорили про такое, что он с босой головой ходит. Это позором считалось. Средний мусульман ходить с босой головой считалось позором. Даже на Кавказе, не так относительно недавно, ты не увидишь нигде старые фотографии дедов и так далее. Они всегда либо в папахах, либо еще в чем. То есть это некрасиво. То есть ходить с босой головой, это очень некрасиво. И даже среди арабов это по сей день в основе своей остается, что человек носит головной убор. Что ходить с босой. Но вместе с этим были народы целые, у них это не было таким. То есть это не было чем-то постыдным и так далее. Поэтому смотрели на... Или же даже более того скажу. Что рассказывали про них, что он капюшон носил. Позором было, как капюшон носить. Некрасиво это. То есть для некоторых это было некрасиво. В других же народах это было красиво. Или же, что человек кушал на улице. Это, субхала, даже наши родители с вами. То есть вы практически не увидите среди родителей, которые 60, старше, 70, 80 лет, чтобы они в кафе ходили. Наши с вами поколения собираются в кафе. Для них позор. Как на улице? Кто кушает на улице? На людях кто кушает? Так или не так? То есть вы не увидите, братья, человек с чипсами в руках на улице, дед какой-нибудь на Кавказе сидел. Не бывает такого. Это скажут, что ненормально. Так или не так? То есть это некрасиво. Это сейчас оно стало среди нас. Поэтому сегодня это не является немужеством сидеть в кафе. Но раньше это, субхала, для них это было что-то. А представьте себе, еще раньше. Это вообще позорно считалось. И поэтому это одна сторона. Другая сторона его поклонения. То, как он поклоняется. Чтобы вы понимали, это имам Аль-Бухари, если я не ошибаюсь, передается, что он не принял хадис у человека, который подозвал лошадь вот так вот, хотя у него в руке ничего не было. Если он лошадь обманывает, то меня тем более может обмануть. Хадис мне неправильно рассказать. Хотя как, субхала, то есть, ну это кто не делает такие вещи? Так или так, кошки там подозвать, хочешь поиграться с ней? Хотя это даже является ложью. Хадис пророка Али-Саратову сам, пророк Али-Саратову сам сказал, что тот, кто скажет своему ребенку, иди возьми, вот я тебе дам, и ничего ему даст, солгал. Этот человек ложь. Ложь сделал. То есть он оболгался, то есть соврал своему ребенку. Даже это запрещено у нас. То есть эти три понятны. Затем у нас, братья, два-два, то есть у нас эти три касаются Иснады, и два касаются что? Матна-хадиса. То есть в основе своей матна-хадиса, то есть сами слов пророка Али-Саратову сам, это чтобы в этом хадисе не было какой-то скрытой проблемы, и эту скрытую проблему знают только лишь ученые, там разные скрытые проблемы бывают. И чтобы, то есть он не был отвергаемым, этот хадис. Отвергаемый хадис, это когда, смотрите, то есть по очереди, то есть мы сказали, что три вещи касаются у нас только лишь Иснада. Иснадо касается у нас что? Иснадо – это что такое цепочка передатчиков? Цепочка передатчиков должна быть непрерывная. Каждый, кто там, должен обладать безупречной памятью. И третье – это что у нас? Чтобы они были достойными. Что они были достойными. Свои религии, своих поклонений и в общем, то есть среди людей, не были известны каким-то нечестием и так далее и тому подобное. То, что он, Фасик, курит, например. Курит. Можешь человек сигарету курить и хадис тебе рассказывать? Нет, ни в коем случае. То есть даже не рассматривалось бы, у такого никогда хадис не приняли бы. Или же он в длинной одежде ходит, или бороду бреет. Никогда от такого человека хадис никто не принимает. Затем, чтобы этот хадис не был шад, сам хадис уже. Это возвращается в основе своей. В Иснаде тоже бывает шудуд, но чаще всего он бывает в матне хадиса. Матн – это что такое? Это слова пророка Али Сараса. То есть у нас есть цепочка, которая идет до слова пророка Али Сараса. Затем слова пророка. Слова пророка, салаллаху алейхи вассалям, должны хорошо, которые передаются определенной цепочкой передатчиков, если они не противоречат другим, которые сильнее них в передаче, или же их больше, то тогда они принимаются. Что это значит? То есть смотрите, у нас три Иснада у хабара, то есть мы сейчас, чтобы не приводить примеры на хадисах послания к Али Сараса, то есть не надо вообще, в принципе, приучать себя. Например, пророк Али Сараса сказал. Это не хороший пример. Пророк Али Сараса сказал, что любой человек, который сообщит от меня слова, знает, что это является ложью, пусть готовит свое место в огне. Поэтому, когда мы приводим пример, то есть я вам приведу пример с цепочками, просто какой-то хабар, какое-то до нас сообщение дошло от разных, то есть, например, в данном случае пришел, например, Мухаммад, пришел там Искандер, пришел Алим, вторым сказали, на улице машина горит. И пришел, например, Айрат и сказал, на улице синяя машина горит. Айрата хабар мы отвергаем или принимаем все эти четыре? А? Вопрос вам. Все четыре принимаем. Почему? Потому что не противоречат они друг другу. Трое сказали, что горит машина, один пришел и добавил нам знание, сказал, что она синего цвета. А если бы пришли бы нам трое, например, Мухаммад, хорошо, то есть пришел бы к нам Тимур и Чингиз, например, сообщили нам, что на улице желтая машина горит. И приходит, например, Адам и говорит, на улице синяя машина горит. Кто-то из них есть с слабой памятью? У всех безупречная память. Кто-то из них недостойный? Все, аль-хамду-ля-ллау-мабарик, достойные братья. Хорошо, цепочка у них, вот они, увидели, пришли, сообщили да нам. То есть все у нас правильно. Но проблема Адама в чем? Что хоть он и является безупречной памятью, у него достойный и так далее, но в данном случае он ошибся. Почему мы говорим, что он ошибся? Потому что трое выше него, то есть они такие же, как он в знаниях, то есть все одинаково, но они сообщают не то, что сообщает он. Поэтому его хадис, хоть он в основе своей, любой другой хадис будет сообщать, мы будем принимать это, но в данном случае его передача противоречит другим передачам. Которые, то есть, либо же они должны быть сильнее, то есть если, например, у Адама была бы хорошая память, а у Чингиза безупречная, и Чингиза одно сообщает Адам, другое, мы бы приняли чью передачу? Чингиза. Почему? Потому что у него безупречная память, а у него хорошая память, он выше него в своей памяти, или же их количеством больше. То есть двое безупречная память, другого, это называется шадр, отвергаемый, не должен быть хадис отвергаемым, чтобы он был достоверным. Почему мы это говорим? Потому что шадр, хадис, отвергаемый хадис, в плане цепочки, все у него, все присутствует, все у него правильно. И последнее, пятое, это чтобы не было там элля, то есть элля это болезнь, скрытая болезнь, какая-то проблема в хадисе, которую не каждый поймет. Это не значит, что это что-то там, колдовство какое-то, нет. То есть иногда бывает определенный передатчик, например, который по времени, по годам жизни, по тому, где он находился, он застал такого-то имама. Но именно этот человек, известно, что не слышал ни один хадис от этого имама. И кто-то из великих ученых, имамов старого времени, сказал, что такой-то не слышал от такого-то. И приходит для тебя человека, несведущего из стад. И ты смотришь на эту цепочку передатчиков, они все достойны доверия. Каждый из них застал друг друга, то есть цепочка непрерывная, то есть он мог его застать, в одном городе они жили и так далее. Откуда я знаю, встретились они или нет, они же могли встретиться, и они должны изучать, кроме как имам Аль-Бухари сказал, что мы на это смотрим. Но большая часть, все ученые сказали, что это не является условием. Но тут проблема в чем? Этот хадис, именно этот хадис, почему слабый, потому что этот передает от этого. Да, он мог с ним встретиться, но на самом деле известно среди ученых, что он с ним не встретился. Это называется что? Скрытая болезнь хадиса. Поэтому эти последние два, то есть, ну ладно, шаг понятный. Пятый, это вещь, которую знают ученые. То есть это не разберется в принципе в этом, то есть никто другой, кроме того, кто дышит хадисами. Все остальное понятно. Вот такие условия, братья ученые, ставили для принятия хадиса. И представьте себе, они в этом разбирались. Они это смотрели, и они просто слыша передачу, они что делали? Они знали. Более того, я вам скажу, это достоверный хадис. Есть достоверный хадис в силу наличия другой передачи. Об этом мы сейчас расскажем вам, когда расскажу, что такое хороший хадис. Потому что у нас основные два критерия, это достоверный хадис и хороший хадис. Разницы между ними никакой в принятии как довод. И тот является доводом, и тот является доводом. Дошел до тебя хороший хадис, дошел до тебя достоверный хадис, оба являются доводом, оба являются толкованием Кур'ана, оба являются, оба являются и так далее. Одинаково все. Единственная разница в этих пяти условиях, которые мы назвали, это первое, это точнее второе условие. То, что у него не безупречная, а хорошая память. Разница между безупречной и хорошей памятью узнается как? То есть мы проверяем где-то у нас критерии, аппарат есть, который... Нет. Измеряется их память каким образом? Их передачей хадисов. Передал он тысячу хадисов. Сколько раз он ошибся? Если он 30 раз ошибся, безупречная память. Если он 300 раз ошибся, это хорошая память. Примерно. То есть я не говорю, что там определено 70%. Процентного этого нет, это ученые это знают. Поэтому если у него чуть больше ошибок, чем у того, то это что? Хорошая память. То есть память у него отличная, хорошая, но не безупречная. Про некоторых вообще говорят, что неизвестна у него ошибка. Это вообще описание самой высокой, которая только может. Неизвестно, чтобы ошибся. Как может неизвестно, чтобы ошибся? Великие имамы ошибались. Великие имамы ошибались в Субханах передачу. Что говорить о ком-то другом. И поэтому смотрите, если у нас приходит... То есть мы сказали, что у одного хадиса, у одного сообщения от посланника Алей-Салатуса может быть разной цепочки. Потому что разные сподвижники слышали, разные сподвижники разлетались, разъезжались в разные страны и передавали разные хадисы и так далее. И люди от них принимали. И поэтому у одного сообщения бывает много передатчиков. И поэтому, если у меня есть одна передача, где хороший передатчик, хороший передатчик, то есть с хорошей памятью, не с безупречной. И есть такой же хадис с другой цепочкой, которая также хорошей является памятью. Мы говорим, что эти хадис, само сообщение, из-за наличия нескольких цепочек, и они хорошие, мы его называем достоверный, ввиду наличия разных других сообщений. Как я вам приводил пример с ребенком. Ребенок в основе своей слабой передатчик, так или не так. Но так как пришел другой ребенок и подтвердил его сообщение, даже, то есть, я вам почему говорю, что эти правила, они взяты, братья, не откуда-то там хорошо, то есть, это то, что мы с вами живем, это логично очень даже, то есть, это очень логично. Оно-то взято с шариата, то есть, есть хадисы, то есть, которые указывают на все это, из них понимается. Но в любом случае, оно понятно. То есть, даже слабой передатчик, когда приходит к нему тот, кто поддерживает его, не тот, кто может вместе с ним придумать это, а тот, кто не мог бы ему в этом помочь хорошо, то есть, ни одно и то же рассказ от одного и того же. То есть, если два ребенка от одного рассказа, кому ты не веришь, то хоть 20 детей, хоть 20 самых достоверных людей, они рассказы от того, кому ты не веришь. И поэтому, то есть, от того, что я верю тебе, я не верю тому, от кого ты это взял. Так или так, то есть, это другое. И поэтому мы говорим, что когда у нас две таких цепочки есть, сам хадис называется каким? Достоверным, ввиду наличия других цепочек. И то же самое, братья, с хорошим хадисом. Если у нас есть передачи, в которых есть слабый передатчик, но его слабость касается его памяти, то есть, он нехорошо запоминал, то есть, у него проблема с памятью, он не лжец, он не еще кто-то там, там, хорошо, который... У него проблема с памятью. И он передает какое-то сообщение. Мы что делаем? Мы этот хадис, он слабый, мы по нему деяния не делаем, но мы его, грубо говоря, в комнату ожидания оставляем. Почему? Потому что если у нас придет другая слабая, или достоверная, то все, вообще вопрос закрылся. Но если у нас приходит еще одна слабая передача с проблемой, но опять же, слабый передатчик, то есть, проблема в слабом передатчике. Один человек, у него память плохая была. Тот, у кого плохая память, он всегда ошибается или часто ошибается? Часто ошибается. Но он может сказать правильно, так? Плохая память у него просто. Но он может же вспомнить, он может четко запомнить что-то. И поэтому, когда мы видим, что двух человек со слабой памятью, которые не друг от друга, а передают от разных людей одинаковое сообщение, значит, что? Значит, они в этом сообщении не ошиблись. И поэтому мы, ввиду наличия других цепочек, называем этот хадис хорошим. Понятно? То есть, у нас поэтому два, четыре, кто повторит эти четыре вида? Еще кто? Алим, какие? Вот эти четыре вида принимаемых хадисов. Первый у нас, как мы сказали, достоверный. Затем у нас достоверный из-за того, что есть другая цепочка. Мы сказали, это два хороших хадиса, грубо говоря. Хороший хадис и достоверный хадис разница в чем? Только лишь в одной вещи. Что передатчики, да, в памяти. У этих безупречная память, а у этих хорошая, отличная память. То есть, чуть-чуть меньше у них, слабее и слабее память. Затем мы говорим, что если люди со слабой памятью, чей хадис, в принципе, является слабой, несколько передавали одно и то же сообщение, мы говорим, что этот хадис принимается, и мы называем его хорошим, но только лишь потому, что у него есть подтверждающий. Только лишь потому, что у него есть подтверждающий хадис. Как Аллах, Субхануа Тааля, сказал, что, то есть, свидетельство женщины принимается только лишь то, когда есть еще одна женщина. Ведь одна может забыть, а другая напомнит ей. И поэтому вот эти, которые может забыть, если другой напоминает ей, его, то есть, за один голод. Это считается достоверным. То есть, у нас даже в шариате, то есть, как мы говорим, что на все это есть подтверждение. И поэтому, братья, с этими условиями приходили хадисы. С этими условиями переходили хадисы. И ученые, и имамы разбирались в этом. И только так они до нас дошли. Поэтому тот хадис, который дошел до нас достоверно, поэтому, как мы приводили слова Суюты. Суюты сказал, что тот человек, который не принимает эти условия и хадисы, то есть, сомневается в этих условиях, человек кафир. То есть, мы сейчас не будем тебе там стараться доказывать и так далее. Оно все доказано, известно. И поэтому ты это принимаешь, принимаешь, не принимаешь, неверующий ты просто. Что мы можем с тобой поделать? Так или не так? Они, да, они еще также говорят, что? Что делать с хадисами, которые противоречат друг другу? Во-первых, смотрите, мы им скажем первый ответ, то есть, мы по очереди будем. Что делать с аятами, которые противоречат друг другу? У нас есть аяты, которые противоречат друг другу. Якобы, якобы противоречат. Поэтому второе, мы говорим, что? Что противоречия это в твоей голове, а не на самом деле. То есть, это тебе кажется, что они противоречат. На самом деле, нет никакого противоречия. Никакого противоречия ни среди аятов, ни среди хадисов нет. Ни между собой, ни чтобы хадис противоречил аяту, или же аят противоречил хадис. Почему? Потому что невозможно. Заявление о противоречии – это обвинение во лжи. Обвинение во лжи – это то, что значит Всевышний Аллах нам неправду сказал, и Аллах причист и пресвят от того, чтобы быть описан чем-нибудь подобным. Поэтому мы говорим, что те хадисы, которые люди думают, что они являются противоречивыми и так далее, мы говорим, что ученые разъяснили, что у нас есть пять шагов. Пять шагов по отношению к хадисам, которые противоречат людям, кажется, что противоречия. Во-первых, мы как сказали, что нет никакого противоречия. Поэтому имам Ибн Хузейм Архимауллах в свое время говорил, придите ко мне. Каждый, кто заявляет о том, что есть противоречивые хадисы, придите ко мне, и я ни один хадис не оставлю, кроме как разъясню вам, что нет никакого противоречия. Ученые, то есть это без проблем. И поэтому в первую очередь мы смотрим, когда у нас приходят два хадиса, и мы говорим, что по-моему они противоречат друг другу. Самое первое, что мы делаем, первый шаг, мы проверяем достоверность обоих хадисов. Если один из них слабый, другой достоверный, что мы делаем? Мы говорим, что разогласий никого нет, слабый хадис в принципе. Почему? Как мы сказали с вами, когда эти люди заявляют о том, что посланник Али-Саратсан запрещал записывать хадисы. Мы говорим, что в основе свои многие ученые сказали, что этот хадис слабый. Ну, хайр, ладно, ты нашел хадис, что они говорят некоторые, что он является там хорошим, достоверным. Ладно, тогда мы переходим ко второму хадису. Это называется Аль-Джама. Второй шаг, что мы пытаемся объединить эти хадисы. То есть, быть может, там нет никакого противоречия. То есть, этот хадис просто об одном говорит, этот хадис говорит совсем о другом. То есть, или же, то есть, они, то есть, как приводил я вам вчера пример, хорошо, то есть, как ученые говорят, что, то есть, мы выбираем одно из двух, только если мы не можем объединить. То есть, человек, например, ему говорят, ты хочешь на Фатиме такой-то жениться, или же хочешь на Зейнам жениться. То есть, это Фатима, прекрасная домохозяйка, хорошо, то есть, но она не такая красавица. Но вот у тебя есть это, она грамотная, она очень красивая, но может быть, да, по хозяйству она не такая. Мы говорим этому человеку, что зачем ты выбираешь или-или, когда у тебя есть союз и, так или не так. То есть, пусть у тебя будет одна домохозяйка, другая будет красавицей, то есть, ты не выбираешь одно из двух, когда ты можешь взять оба, хорошо, как, то есть, каждый из нас в детстве знает, даже в мультике говорилось, что говорилось, и то, и другое можно без хлеба, так или не так. То есть, не проблема, то есть, это не проблема. Поэтому мы стараемся объединить эти два хадиса, то есть, потому что, быть может, этот хадис указан на то, что и так, и так, например, посланник алейсалату ассалам в хадисе, в достоверном хадисе, который передал имам аль-Бухари, муслим, Абу Гурейра, радаиллаху ану, говорит, о посланник Аллаха, когда ты говоришь Аллаху Акбар в молитве в начале, ты какое-то время молчишь, прежде чем начать Куран. Говорит, я заклинаю тебя, и достанут мои родители выкупом за тебя, скажи, что ты говоришь. И тогда он сказал, что я говорю, то есть, после такбир, до конца этого дуа известна. То есть, отсюда мы узнаем, что посланник Алисалатсам из Сунны, когда он говорит Аллаху Акбар, прежде чем начать Аудзу Биллах и так далее, начать Куран читать, посреди этого есть у нас дуа, которая делается. И вот это, это дуа. Но имам Насаи рассказывает, что Умар, радаиллаху ану, забрался на Минбар и обучал людей, говорил, что дуа, которая делается после такбира в молитве, это что у нас? Разногласия есть или нет? Разногласия между хадисами эти, то есть, явно, кажется, что есть. Потому что здесь Абу-Бахарайра так говорит, Аумар говорит так. Смотрим достоверность этих хадисов. Достоверны или нет? Достоверны. И тот хадис достоверный, и это достоверный. Что делать? Мы говорим, ну что, объединить. Это без проблем объединить, что иногда делал так, пророк Алисалатсам, иногда делал так, и это называется Ихтеляфуттанао, разногласия, но разногласия в разновидности, то есть, можно так, можно так, можно так, можно так, так или так. То есть, смотрите, например, у нас из разновидностей молитвы даже, то, что такбир, нужно поднимать руки с такбиром, так или так, хорошо. Когда я из суджуда в сиденье возвращаюсь, руки поднимать нужно или нет? В любом, нет, когда я еще в суджудинах, между двумя суджудами. Вот, вот это правильный ответ. Потому что от Абу Гурейра, от Ибн Умара и других приводится что? Что посланник Алисалатсам поднимал руки с каждым такбиром. В других же говорится что? Что в некоторых поднимал, в некоторых не поднимал. И поэтому даже когда некоторые приходили, это абиаины, Абу Гурейре говорили, что я видел глупца, который поднимал руки, и он говорит, как он сделал? И он рассказал, ну, это сказал Аллаху, поднял, так далее, так далее, и он ему сказал, горе тебе, говорит, Суннату Абуль Хасима, это Сунна Абуль Хасима, Сунна Пророка Алисалату Асалам. То есть это одна из родновидностей. Поэтому можно так и можно, и противоречий между этим хадисами нет. Просто иногда посланник Алисалату Асалам делал так, иногда посланник Алисалату Асалам делал так. Даже, братья, более того, два раката, которые делаются после Тавафа, хорошо, то есть в первом ракате, да, то есть в Умри и так далее. В первом ракате еще какая сура читается? «Куль я югаль каферун», во втором «Куль хуваллаху ахад». Но вместе с этим пришел хадис, что посланник Алисалату Асалам в первом хадисе читал «Куль хуваллаху ахад», во втором читал «Куль я югаль каферун». И так можно, и так можно. И это является Сунной, и это является Сунной. То есть в этом нет никакой проблемы, потому что можно это объединить. Затем третье, мы смотрим на дату. Когда был этот хадис, когда был этот хадис. Потому что, быть может, этот хадис отменяет этот хадис. Этот хадис может отменять этот хадис. Значит, этот хадис был в определенное время за тем, что пришел другой хадис, который отменен. Ведь даже аяты у нас, братья, у нас есть аяты отмененные. Аллах, Субхану Талли, не посылал целую суру, которая суром размером с суры от Тауба, и затем полностью ее делал так, чтобы все забывали. Абдуллах Масуд говорит, что, говорит, была сура, и мы ее читали в молитве, то есть мы молились ею, читали, все ее знали наизусть, и я, говорит, проснулся и не мог понять, не могу ни один аят из нее вспомнить. Единственное, говорит, что я оттуда помню, что Аллах, Субхану Талли, сказал мне, если бы у человека была бы долина из золота, он непременно пожелал бы еще одну долину и не наполнит его желудок ничего, то есть не насытит его ничего, кроме земли, то есть пока он не будет похоронен. Вот этот аят я помню. И тогда Аллах, Субхану Талли, не посылал короткую суру. Сурату Аль-Хакумут-така-фур, хатта зуртуму Макабри до конца, и тогда я понял, что это сура вместо той. То есть в этих нескольких аятах Аллах, Субхану Талли, сообщил все то, что было в той большой суре. Аллах, Субхану Талли, говорит, Какой бы аят мы не отменили, или же заставили вас его забыть, мы не приведем вам такой же или лучше. Аят лучше. Поэтому это мудрость Всевышнего Аллаха, что он не спасал, что определенным образом, вот так, вот так, вот так, затем. Было определенное время, когда такой-то хокм был дозволен, затем уже запрещен. Даже более того, братья, был хокм, хорошо, то есть запрещен, запреты аренды жилья, не разрешалось жилье свое в аренду давать. Когда, когда у людей была нужда, то есть не могли люди себе этого позволить. И ты, Субхану Аллах, своих братьев, то есть как сегодня это часто бывает, где-то война, в соседнюю страну люди убегают, и что происходит? У них взлетают цены. Яхи, бойся Аллаха, Субхану Талли. Почему у тебя цена взлетает? Пусть она как минимум останется на месте, если ты дешевле, или же вообще ради Аллаха, Субхану Талли, не запустишь этих людей. Они нуждаются, и ты пользуешься этой нуждой. Или же чаще там часто бывает, когда где-то теракты и так далее, аль-я-дубеля случаются, и начинают такси, Субхану, в несколько раз дороже. У нас было такое, когда районы сносились на ремонты, хорошо, то есть давно говорили людям, 4 года говорилось о том, что этот район будет снесен, найдите, заранее подайте в гос, вам выплаты дадут, все вернут, хотя этот район построен незаконно. То есть люди незаконно забрали землю у государства, это у нас в Саудии это было. Незаконно забрали эту землю. Просто так, представьте себе такое в ваших странах. Просто так взял, ты построил дом, на месте, который тебе не придут. Тебе сразу же на следующий день придут и снесут его. Там так не делают, но уже построил, что мы будем ему говорить? И, братья, десятки лет люди так жили. Десятки лет люди жили, сдавали эти дома, на этом деньги делали себе. И им сказали, 4 года им каждой разлистовки, идите, обратитесь, вам вернут деньги. За что вернут деньги? Незаправедливо построил. За то, что ты построил, вернем, где-нибудь в другом месте тебе дадим. То есть все, просто этот район построен неправильно. То есть мы не можем сюда ни пожарную прислать, ни скорую помощь и так далее. Мы не можем. То есть следить за этим районом невозможно. В государстве это небезопасно. Поэтому там и наркоманы и так далее, это все, субхана, было. И, братья, когда эти люди не понимали, в один из моментов случилось так, что несколько раз полицейских убили в этих районах. Хотя 4 года им при... И они, братья, уже надоело, поставили листовки. 24 часа вам на опустошение. Представьте, ты живешь, 24 часа тебе дают. Но тебе, субхана, 4 года до этого это говорили. То есть не нужно сейчас приходить жаловаться. И в любом случае, в этот день, братья, в этот день, в... То есть из... То, что стоило раньше 400 реалов, 4000 реал просили люди. За перед вот эти, которые есть же, как называются, грузовики и так далее. Это, субхана, это опасное дело. Это страшное дело. И поэтому, то есть посланник Али и Салатсам в определенное время это, например, было запрещено. Определенное время другое было запрещено и так далее. Поэтому мы смотрим, есть ли в этом отмененный аят. Или же отмененный хадис, точнее, в данном случае. Понятно? Тамам, если мы не знаем даты этого и этого хадиса, мы не знаем, что с ними делать, то тогда уже четвертый шаг – это тарджих. Тогда мы выбираем, что из них правильно, что из них неправильно. Это значит правильно, а вот это значит неправильно. Значит, здесь что-то не то. То есть истина является вот то-то, то-то. Или же даже если это мы не в состоянии делать, то пятый шаг для того, кто не разобрался, это талаков – остановиться. Почему мы говорим остановиться? Потому что мы сказали, что нет, братья, никакого разногласия в шариате. Просто ты его не понял. И поэтому остановись. Оставь это тому, кто может разберется. Может, у тебя нет знаний. У тебя нет знаний определенных цепочек передатчиков или же хадисов и так далее, которые тебе разъяснят это. И поэтому ты просто что? Останавливаешься. Ты просто останавливаешься. Поэтому, то есть это пять шагов по отношению к тому, что они заявляют, что эти хадисы противоречат друг другу и так далее. И тому подобное. Аллаху Таалю Аля. То есть это то, что на скорую руку получилось собрать. Надеюсь, что в этом была какая-либо польза. Аллаху Таалю Аля. То, что было, братья, правильным и истинным, это от Всевышнего Аллаха Субхану Аля. Тоже, в чем была ошибка, это от меня и от шайтана. Аллаху Субхану Аля. Тот, кому обращаются за помощью. Если есть какие-то вопросы по пройденному, то есть сообщили, или же вы слышали еще какие-то сомнения, которые они распространяют. То есть, бисмиллях. Хороший, хороший вопрос. Когда им говорят, а как вы молитесь? Вот это вопрос. Они говорят, ну это известно, это мы от своих предков взяли. Это очень хорошее то, что брат сказал. То есть, эти люди, которые заявляют кураниты, они говорят, что мы оставляем только, то есть, Куран, сунну мы не берем. И справедливо, поэтому мы им говорим. А как вы молитесь? Как вы поститесь и так далее? Они говорят, эти шариатские постановления известны среди мусульман. Наши предки нам это сообщили. Мы им в ответ скажем, что эти хадисы известны среди мусульман. И так же, как ваши предки это сообщили, они это сообщили вам посредством хадисов. И поэтому, то есть, мы возвращаемся в любом случае к принятию хадиса. Смотрите, братья. То есть, я раньше, когда объяснял эту тему, говорил такие слова. И сейчас я повторяю заново. Кураниты, то есть, опровержение на них у большинства мусульман вызовет удивление. У большинства. Потому что большая часть мусульман, аль-хамдуля, в благополучии, знают не знают о существовании этих братьев, скверных людей. Для него, то есть, удивительно будет. То есть, рядовой мусульманин, где-нибудь в селе, например, у вас, в Кабардино-Балкарии, в Дагестане, в Чечне, неважно, в Любовь, в Татарстан, в село какое-нибудь, где люди мусульмане поклоняются Аллаху, если ты придешь и начнешь им рассказывать о величии сунны и так далее, им это будет приятно, но они, то есть, удивятся, если ты особенно будешь опровергать вот так, скажут, то есть, почему, то есть, ты почему решил, как бы нам это рассказывать, разве кто-то может опровергать сунну? Так или так? То есть, для человека это будет удивление. В смысле, как можно опровергать сунну? Как можно не принимать сунну? Откуда ты еще ислам возьмешь? У любого разумного человека будет этот вопрос, так или не так. И мы вынуждены возвращаться к вот этому запрету, то есть, или же этому разъяснению, потому что эти люди, субханаллах, появились. Но, братья, у них настолько слабые доводы, подпросить, точнее, нет у них доводов, и у них настолько слабая доказательная база, что это смешно, то есть, они сами себе противоречат во всем. Поэтому эти люди, братья, безоговоров очень неверующие. То есть, у нас много людей есть, которые дошли в своем нововведении до неверия. Но мы с ними осторожничаем и разъясняем и так далее. Что касается этих, это явное неверие. То есть, если только глупец, который не понимает, что он говорит, не говорит, других, братья, никакого оправдания у них нет. Это человек кафир. Это человек без никакого сомнения кафир. Потому что он отрицается. То есть, у него нет, в принципе, подчинения Аллаху, субханаллаху, его посланнику Али-Ис-Саратуса. Поэтому, чтобы мы... То есть, вы не думайте, что как бы, ну, это же логично. В том-то и дело, что это логично. В том-то и дело, что это логично. И эти люди взяли и отказались от этого. То есть, это ненормально. Как ты молишься? Ну, молюсь, потому что отец у меня так молит. Ну, а отец твой откуда это взял? От своего. И так далее. И мы вернемся в любом случае куда? К той же самой сунне пророка Али-Ис-Саратуса. И вот то, что мы говорим. И поэтому у них, братья, нет логики. У них нет, братья, мозгов. Ничего нет. Поэтому даже описание пророка Али-Ис-Саратуса. Мы сказали, что это разлегшийся какой-то. Хорошо. То есть, какой-то толстяк, который лежит. Ему делать нечего. Он не хочет там не двигаться, ничего делать. Хорошо. То есть, ему все в порядке. Он кушает и так далее. У него все в порядке. Вот он. Он просто не хочет сунную исповедовать. Он просто не хочет исповедовать шариат. Он просто не хочет исповедовать шариат. Я не стал поднимать эту тему. Не стал поднимать эту тему. Но сейчас придем к ней. Ладно. То есть, я просто думал, побоялся, что она может быть тяжелой будет. Также начали эту тему они, и потом забрали у них это многие философы, как Муатазелиты, даже Ашариты, Муатуридиты и так далее, те, кто последовали из числа заблудчивых за этими людьми. Они говорят, что хадисы бывают двух видов. Мутаватир и Ахад. Мутаватир — это такой хадис, который передает огромная группа людей, от огромной группы людей, от огромной группы людей, таким образом, что в общем невозможно, чтобы они объединились на лжи. Не может, не могут они объединиться на лжи. Таким образом дошел до нас Куран. Например, в старые времена в Куфе человек сообщает хадис, в Басре сообщает хадис, еще где-нибудь сообщает хадис, в Хиджазе сообщает хадис, в Андалюсе сообщает хадис, в Африке сообщает хадис. Разные страны, разные люди, они знают друг друга, не знают, нигде они не встречались вместе. Они не могут просто выдумать, невозможно такое выдумать. То есть, бывает такое в поэзии, например, что одно и то же сообщают. То есть, например, смотрите, представляется ли в какой-нибудь большой поэме Пушкина или еще кого-то, чтобы Пушкин сказал такие же слова, которые сказал другой, вот именно строчку одну, другой поэме. Оно представляется возможным. То есть, одну строчку, потому что примерно рифмы, примерно слова, они одинаковые. И поэтому одну строчку, то есть, это слово рифмуется с этим. Поэтому логично было бы сказать так-то так, может быть. И поэтому в арабской поэзии бывает, что одна строчка у многих присутствует. Не потому что они друг у друга берут, а потому что она здесь логична, то есть, она по-другому ты не скажешь. Но может ли быть, вот Евгений Онегин у Пушкина, например, и точь-в-точь такую же написал кто-то. Невозможно это. Ты, значит, забрал это у него, так? Невозможно просто, это не может быть. И поэтому то же самое, когда какая-нибудь история от пророка, али-исалят, там хадис какой-нибудь, там сообщают, здесь сообщают, этом, 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 этом. И эти люди не лжецы. И эти люди друг друга знать не знают. Они не могут объединиться на этой лжи. Не могут, то есть, придумать и сказать, давайте все вместе вот так расскажем. Этот хадис называется мутаватир. То есть, он без никакого сомнения. Много человек приводит. Нет никакого сомнения. Этот сподвижник, тот сподвижник, этот, 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 этот. Затем, то есть, некоторые количество говорят, что тот, кто 10 передал, тот, кто 40, 70 и так далее. Передали в каждой цепочке передатчиков, хорошо, то есть, в каждой из этой самой цепи у нас более, там, столько, нет определенного количества. Просто много. Там много передали, там много, там много. Есть у нас другой вид, называется ахад. Ахад, который не достиг вот этой степени таватора, не достиг такой степени. То есть, например, один передатчик. То есть, один сподвижник услышал от пророка, али-исалят, он одному своему ученику передал, тот одному дальше передал. Это редкость. Практически не бывает, чтобы один был. Это вот хадис, например, Ибн Умара. Вот там бывает. То есть, это редкость. Затем у нас есть Азиз, два передатчика, да, двое, то есть, у нас какой-то из цепочки, это самое, два человека. То есть, это немного, это немного, но они оба достоверны. Эти люди говорят, что здесь мы не можем принимать эти хадисы. Почему, потому что только один человек? А, как на это ответить? Есть ли разница у нас между одним и пятидесятью, когда передают хабар, достоверный хабар? Оба все безупречные, они память. То есть, все имамы. Есть разница? Она и да, и нет. Без никого сомнений, когда тебе пятьдесят передают, ты больше уверен, чем когда один. Но вместе с этим, значит ли, что ты этого одного не примешь? То есть, вы представьте себе сейчас, например, вы же друг другу доверяете. И Алим приехал, например, и сказал, брат, в Шарджу едешь, когда дорога перекрыта. Не едь, сегодня не едь, завтра поедешь. Что ты скажешь? Ты подождешь, пока тебе Тимур то же самое скажет? Слишком долго думаешь, как-то даже обидно. То есть, сомнений нет. То есть, ты скажешь, то есть, Алим сказал, ну, я не буду. То есть, если тебе придет Мухаммад и скажет, давай еще спросим у Тимура, уточним. Зачем уточнять? Ты в Алиме сомневаешься, что ли? Если человек, которому можно усомниться, только вчера приехал, например, сюда, может, он не знает другие дороги. Это один вопрос. Но человек знает, постоянно туда-сюда ездит. Брат, если он сказал, тебе не нужно у другого спрашивать в основе своей. Если ты услышишь от Тимура, да, ты будешь еще больше увежден, без никакого сомнения. Но вместе с этим тебе одного достаточно. Хорошо. И теперь вопрос. Сколько у нас Господ, сколько у нас Аллахов? Один, два, десять, пятнадцать, сколько божеств? Один. Сколько у нас ангелов от Аллаха, субханаху атааля, донесли до пророка? Один. Ладно, здесь тоже принимаем эту единицу. А сколько пророков было? То есть, смотрите, эти люди говорят, что мы не можем принимать, как мы можем одному доверять? Сколько у нас пророков пришло? Десять, пятнадцать, в разные страны? Нет. Вот наш ислам, кто сколько принесло пророков? Один пророк Мухаммада, так или и так? Это самое первое, что пророки отправлялись единицами. То есть, нет у нас в принципе условий 50 человек там и так далее. И когда пророк, алей-салатусам, один сообщал, ему верили. Затем Абу Бакар, услышав это, уверовал в него, так или и так? Затем Абу Бакар пошел призывать Тальху и так далее, такого-такого. У них кто-то спрашивал, а почему ты один, еще кого-нибудь приведи? Нет, верили ему. Более того, когда люди молились. Люди в какую сторону в самом начале молились? В сторону Аль-Акса. В сторону Аль-Акса, в сторону Палестины. Да, 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 освободит ее Аллах Субханда. То есть, молили в ту сторону. Даже когда в Медине были, почти полтора года молились мусульмане в ту сторону. И посланник Алей-салатусам очень хотел, чтобы его повернул Аллах Субханда куда? То есть, обратно в сторону Кабы. То есть, в сторону Кабы. И это действительно произошло. И, то есть, в мечети пророка Алей-салатусам, посланник Алей-салатусам прочитал аят, и они с молитвы Асар начали молиться в сторону Кабы. То есть, смотрите, когда Медина. Медина, с какой стороны у них Палестина получается? Ход с север. А Мекка с какой стороны? Юг. То есть, братья, кардинально поменяться надо. Так или не так? Хорошо. То есть, и они поменяли. Пророк Алей-салатусам сказал, что все, теперь мечеть в это не вот так будем молиться. Вот так вот. От него одного приняли. Ладно, он пророк. Хорошо. Затем, что другие мечети это не дошло. И один из людей, когда был в мечети Банисад, которая сегодня Аль-Каблятей называется, и также другой пришел, то есть мечеть Куба, которой не застали. Застал их на втором Ракате. Они молятся в сторону Кудса. В сторону, то есть на север молятся. И он говорит. Я клянусь Всевышним Аллахом. Было ему пророку Алей-салатусам не спосло, что Куба поменялась. Что сделали эти люди? Джамаат. Женщины молятся. Мужчины молятся. Имам молится. Имам, как был в молитве, повернулся и встал в самый конец мечети. Женщины повернули, встали сюда на место имама, и люди также повернулись. То есть, первый ряд отсюда стал первым рядом здесь. Столько движений во время молитвы, прямо во время Раката сделали. Почему? Один человек засвидетельствовал. Один всего лишь человек засвидетельствовал. И так далее. То есть, ты посмотришь то, что сподвижники, никто не спрашивал, а кто-то еще есть с тобой и так далее. Затем, было вместе с этим, то есть, у нас для двух целей. Либо же, когда ты сомневаешься в передатчике, либо же для того, чтобы других предостеречь, спрашивают, есть ли с тобой кто-то. Как мы сказали, женщина, например, должна быть с невестой с ней. И также от Омара приходит, что когда кто-то свидетельствовал, что слышал посланника Али Сарату Сарам, он что говорил? Если ты кого-то с собой не найдешь, то засвидетельствует. Я тебе что? Я тебя, то есть, палками побью и так далее. И даже, то есть, как это было, например, в истории Абу Мусаля Шари, Абу Мусаля Шари, когда, то есть, он трижды постучался к нему, и Пророк, и Омар не знал этот хадис. И он сказал, если ты кого-то с собой не приведешь, то, говорит, я тебя побью. И он вернулся к ансарам и сказал, кто со мной засвидетельствует. И они сказали, в Аллахе, с тобой засвидетельствуют только самый молодой из нас. Почему? Это Хукам известный. Что значит, он не знает его? Вот ребенок, говорит, подтвердит. И говорит, иди, Абу Саида, возьми с собой, и пусть он подтвердит, засвидетельствует перед ним. И тогда, Омар, когда засвидетельствовали, он сказал ему, в Аллахе, говорит, я не считал тебя лжецом, но я, говорит, боялся, что люди отнесутся к этому, то есть, несерьезно, что хадис, да, то есть, мы будем стараться, то есть, если у нас есть возможность подтвердить, мы будем это делать, чтобы каждый второй, третий не рассказывал хадисы, а по-моему там и так далее, чтобы не было этого. И этого есть причина, то есть, я именно боюсь, что люди, что, то есть, как-то будут легкомысленно относиться, это один вопрос. Или же я сомневаюсь в передатчике, в принципе, то есть, мне нужен кто-то, кто подтвердит его хабар, это совсем другой вопрос. Но в основе своей, если достоверный передатчик тебе сообщает, и он один, ты в это веришь, то есть, у тебя нет в этом сомнения, так или не так, то есть, когда один человек тебе говорит. Томан? Аллаху Тааля Али. Салаллаху Али, Набина, Мухаммаду Али, Али, Асхабиху.